Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Первый вице-президент Мехрибан Алиева вместе с группой выпускников Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева помянула светлую память героев и возложила цветы на могилы тех, кто отдал свою жизнь из-за освобождения Азербайджанских земель от оккупантов. Как рассказали Москва-Баку сами выпускники военной школы, все получилось неожиданно, и встреча не была предусмотрена протоколом первой леди. Мехрибан Ханум в этот день пришла к могиле своей матери, ученого-арабиста Аиды Имангулиевой, а будущие офицеры решили в день окончания своей учебы посетить аллею шехидов. Так, в окружении выпускников первая леди прошла по аллее памяти, затем на официальной странице в Инстаграме Мехрибан Алиева написала «Склоняю голову перед героизмом этих людей, испытываю чувство гордости за достойных сынов, солдат, офицеров Азербайджана. И героизм, их имена навеки останутся в истории Азербайджана и в сердцах азербайджанского народа. Да упокоятся их души с миром, пусть Всевышний всегда оберегает Азербайджан». Сегодня стало известно, что поисковая группа нашла и извлекла из Каспийского моря черный ящик истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, который в конце июля потерпел крушение. Как сообщила Минобороны Республики, сейчас специалисты устанавливают техническое состояние устройства для дальнейшего извлечения информации. Кроме того, продолжается комплекс мероприятий, направленный на извлечение фрагментов самолета с морского дна. Напомним, связь с истребителем была прервана 24 июля во время ночного учебно-тренировочного полета. Судьба пилота до сих пор остается неизвестной. В поисковых операциях также принимают участие члены ВМФ Турции и России. После происшествия ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты до тех пор, пока не будут установлены причины аварии. Министерство обороны Азербайджана сделало категорическое заявление в ответ на появившиеся вчера сообщения о продвижении армянских вооруженных сил на границе с Азербайджаном. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что вооруженные силы Азербайджана на всех направлениях фронта держат любое действие противника под прицелом, которое в случае необходимости будет немедленно пресечено. Цитата. Действия вражеской страны контролируются как визуально, так и специальными техническими средствами наблюдения. Подобные сообщения вызывают лишь смех, добавили в пресс-службе. Отметим, что ранее в сети появилась информация о том, что армянские вооруженные силы якобы взяли под прицел дорогу из Азербайджана в Грузию. В частности, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцун Аванесянов в беседе с журналистами утверждал, что процесс по улучшению армянских позиций носит перманентный характер. Китай решил поддержать Евросоюз в строительстве транскаспийского газопровода. Консорциум компаний Евросоюза и Китая выразил готовность реализовать громкий проект, который может изменить позиции стран, в чьи границы входит бассейн Каспийского моря. Напомним, планируемый подводный газопровод должен связать город Туркменбаши в Туркменистане с Баку в Азербайджане. Данный подводный газопровод предусматривает транспортировку природного газа из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан в Турцию и Грузию и далее в страны-члены Европейского Союза. Данный газопровод также считается частью расширенного южного газотранспортного коридора. Он предусматривает поставку 30 миллиардов кубометров газа ежегодно на протяжении 30 лет. Отметим, что на прошлой неделе правительства России и Ирана, исходя из мотивов защиты экологии, выступили против строительства транскаспийского газопровода. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2018 году на встрече с Ангелой Меркель заявлял, что считает решение по транскаспийскому газопроводу должна принимать страна-владелица газа, подчеркивая, что Азербайджан уже ведет строительство многокилометрового трубопровода Южный газовый коридор для транспортировки азербайджанского газа на юг Европы и выделил для этого свои крупные финансовые средства. Москва и Баку отметили 77-ю годовщину со дня рождения выдающегося певца, актера, композитора Муслима Магомаева. В день рождения Муслима Магометовича на аллее почетного захоронения в Баку собрались близкие, коллеги и просто почитатели талантливого легендарного исполнителя. В мероприятии приняла участие супруга певца, народная артистка СССР Тамара Синявская, вице-президент фонда Гидара Алиева, Лейла Алиева, советский кинорежиссер Эльдар Кулиев и многие другие. Лейла Алиева отметила, что исполнитель до сих пор живет в памяти каждого человека, кто хотя бы раз слышал его удивительный голос. Он был колоссальной доброты человек, великий человек, добрый, тонкий, щедрый и даже не хочется говорить, какой он был, потому что он такой и есть. Он сейчас здесь, рядом с нами. А в Москве в этот день преданные поклонники легендарного певца уже по традиции собрались возле его памятника в сквере Муслима Магомаева, чтобы выразить свое почтение и благодарность великому голосу эпохи. На этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру. Хороших вам новостей сегодня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok